Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня вкратце обсудим, какие монеты выживут и какие монеты я брал бы в первую очередь. В принципе, я бы сказал бы, что мне не жалко. Вот, ну, в принципе, если, соответственно, вы... Вот что-то вылезло. Вот, хотите действительно заработать на вот этом проливе и, соответственно, ну, опять же-таки, закупаться либо нет, я все это отписал в закрытом клубе. Вот, ну, в принципе, могу сейчас сказать, что я сейчас бы особо не торопился. Вот, ну, а какие монеты и когда стоит закупать, все это там отписал. Дорогие подписчики, я слышу каждого из вас. Ваши проблемы, просьбы, надежды. Поверьте, вы мне далеко не безразличны. Именно поэтому в такое непростое время я решил открыть вам действительно работающую и стабильную платформу по заработку в интернете на криптоактивах. Называется она CryptMod.com и суть ее состоит в том, что инвестиции любого человека попадают в руки криптотрейдеров, приносящих прибыль как на растущем, так и на падающем рынке и дающим за это от 4 до 9% инвесторов в сутки. Это лучшая платформа по заработку, на которой я сижу уже довольно давно. Сейчас у меня вклад в данном проекте составляет 3-2 эфира, поэтому я рекомендую ее своим подписчикам. Поверьте, инвестируя в CryptMod.com вы действительно получите ту самую финансовую независимость, которую вы так долго искали. Ссылка и детальное устройство проекта в описании под видео. По поводу монет, какие выживут. Выживут, я считаю, те монеты, которые имеют в первую очередь у нас ограниченную эмиссию и, соответственно, которые имеют дефляционную модель. В принципе, наводочку вам дал. Понятное дело, что любая криптовалюта может заскамиться и тот же биткоин. Понятное дело, в первую очередь, чтобы я тарил, это, конечно же, биток. Потому что стоит он сейчас 30 тысяч долларов. Многие мечтали, чтобы закупить по данной стоимости. У нас уже в обороте было 18,6-18,8. Уже 19 миллионов в обороте, напоминаю. 91% офигенная скидка на текущем этапе. Могут ли дать ниже? Могут. Но, в принципе, биток, я считаю, что надо докупать, ну, не то, что по любой цене, а, скажем так, на хороших просадках от 30% и выше. Но если вы накапливаете его как кит, и у вас много бабла, и вы можете вливать и в боковике, и вам похер, и вы можете и на просадках докупаться, тогда окей. Но если же бюджет ограничен, лучше, конечно, докупаться только на проливах. Вот, поэтому в любой момент мы можем улететь, и я бы не обольщался, что такие цены будут долго, потому что некоторые там рассчитывают, что мы будем 2-3 месяца так стоять. Может быть, и да, может быть, и год так будем стоять. Я же вполне это допускаю, и будем возиться в боковике, либо там в каком-то локально нисходящем или глобально нисходящем канале. Вот, и тренде. Но, в целом, я бы сказал бы, что выживут, естественно, это в первую очередь экосистемы. Понятное дело, что многие скажут, что вот же Луна там скаманула. Ну, Луна, это, знаете, ошибка выжившего, единичный случай. Вот, в принципе, Avalanche проект тоже, который завязан на Луне, поэтому в него бы я тоже не лез. Опять же таки, ну, разве что на какую-то свободную сумму, если вам ее не жалко потерять, потому что Avalanche связан с данным проектом. Также проект Мир, меня многие спрашивали, тоже он связан с Луной, тоже его на Binance отнесли к высокоисковым. Вот, поэтому эти два проекта, скорее всего, сдохнут тоже. Вот, поэтому, ну, либо, скажем так, риски по ним высоки, если они и выживут. Вот, понятное дело, выживет Ripple XRP, я считаю. Почему? Потому что его примут в любом случае, ну, не сейчас, понятное дело, может быть, не в ближайшие, там, пару лет, может быть, не в ближайшие 5-10 лет. Но все равно, в любом случае, у него очень быстрая транзакция, минимальная комиссия, и, в принципе, он централизирован, и что добавляет ему, скажем так, очков и баллов для того, чтобы его все-таки, ну, регулятор применял. И, в принципе, вот этот канитель сек, когда закончится, то он легко улетит, там, не то, что до 3 долларов или до 50, я думаю, он свыше 10 долларов спокойно будет стоить. Но, опять же таки, это все время, это минимум год, а то и больше, это даже, я бы сказал, несколько лет, поэтому надо ожидать. Опять же таки, ну, не факт, что он низкоманет, там, и так далее, но, в принципе, в XRP я верю, многие, конечно, в нем разочарованы, но это такая монета, которая стоит-стоит на месте, потом выстреливает, и все залетают в нее на хаях. Вот, ну, Binance, опять же таки, понятное дело, BNB токен, он однозначно будет, я считаю. Также, дополнительно могу вам посоветовать Huobi токен, потому что криптовалюта тоже постоянно сжигается раз в месяц, то есть я об этом уже показывал. И, в принципе, у них 500 миллионов монет, ограниченная эмиссия, сейчас в обороте 31%, тоже ее задампили до 7 долларов, в принципе, в моменте она была даже 6,5, поэтому однозначно себя покажет. Вот, то есть я пориентировался на такие монетки, ну, еще какие, то есть, ну, можно взять тот же Qtum, опять же таки, я не буду назвать все их, захотите загуглите сами, найдете, вот, наводку я вам дал, ну, а тут несколько примеров, то есть Qtum тоже здесь ограниченная эмиссия в 107 миллионов, да, и, соответственно, 97%... ...процентов монет в обороте, то есть, опять же таки, я жду Qtum и по 90, и по 100 долларов, то есть многие скажут, что это бред, ну, опять же таки, посмотрим, бред не бред, я готов рискнуть, то есть, почему бы и нет, данный проект и работает, ну, то есть, это китайский проект. Кстати, подписывайтесь на мой твиттер, если кому интересны какие-то мемчики, либо какие-то новости интересны посмотреть, вот, тоже там буду выкладывать. Вот, по поводу Qtum, то есть, они постоянно развиваются, они с 16-го года на рынке, ну, вообще на рынке они намного раньше, я бы сказал бы, да, хотя, да, с 16-го года получается, то есть, твиттер у них аккаунт заведен, вот, и, в принципе, я думаю, данная монета себя еще покажет. Вот, много недооцененных монет, тоже в закрытом клубе я описывал, и в роликах на канале, некоторые из них проскальзывали, вот, также, я считаю, Торон будет жить, потому что Торон тоже на сети TX20 довольно-таки быстрая транзакция, ну, и, понятное дело, BNB, сеть Binance Smart Chain, на которой сделали сами Binance, то есть, сейчас она называется, ну, там было Binance Chain, да, и Binance Smart Chain, сейчас просто это BNB Chain, насколько я помню, они объединили, и, соответственно, на текущем этапе, то есть, в обороте у нас тоже 100% монет циркулярных, то есть, это Huobi Token, BNB, Binance Effect, тоже куча проектов на нем делается, единственный минус, конечно, и самый жирнейший, это то, что дорогие очень транзакции, очень долго все медленно идет, вот, в битке даже меньше, там, та же комиссия, может быть, 5-10 долларов, ну, в зависимости от суммы, да, но, эффектом, чем больше сумма, тем больше у тебя комиссия, поэтому там, я помню, хотел перевести один инж, там, комиссия чуть ли не 100 баксов достигает, ну, если переводить какие-то существенные суммы, то там и несколько тысяч долларов может достигать, ну, я считаю, нахер это надо. Вот, поэтому Solana, я считаю, тоже отчасти мертвый проект, почему? Потому что у нее постоянно сбой с сетью, то есть, за этот и за прошлый год, особенно, там, порядка 20 случаев, может быть, даже и больше, то есть, она там вырубается то на сутки, то на несколько часов, то есть, тоже им надо над своим проектом поработать, над своей системой, и, в принципе, ну, я особо в нее не верю, то есть, она давала иксы, ну, это мое мнение, опять же-таки, поэтому, я поминтировался на такие проекты, как Atom, NERP, протокол, ну, как бы, тоже хорошая экосистема, все дела, но, я считаю, что он сейчас относительно на хаях, поэтому спустился он там не так уж и сильно, поэтому я бы докупал бы Atom, Algorand, тоже хороший проект, Flow, тоже я не особо вижу перспективы, плюс там постоянные разлоки, люди постоянно ее сливают, вот, поэтому UST у нас, кстати, на 20 центах, вот, HBAR, тоже перспективный проект, я считаю, вот, ИЦП, тоже проводятся разлоки, но, в принципе, в данный проект, я верю, тоже закинул в него определенную сумму, и Algorand тоже, то есть, экосистемы, я считаю, еще будут жить, потом какие-то старички по типу Zcash, да, то есть, тоже у него ограниченная миссия, ну, опять же-таки, вот, и, в принципе, уже 69% монет в циркуляции, плюс, я напоминаю, что Zcash, то есть, получается, разработчики проекта Zcash еще, получается, 20 ноября предоставили карту проекта до 25-го года, то есть, roadmap у них намечен, и, в принципе, на фоне этого, соответственно, у нас цена там подрастала до 200-300 долларов, ну, и, в принципе, вот эта самая перспективная монета, я считаю, она самая анонимная, во-первых, а, во-вторых, особо в нее там никто не верит, никто в ней не заинтересован особо сейчас, вот, поэтому, в принципе, ну, проект, как бы, не то, чтобы загнулся, да, ну, тут хоть и маленькая комьюнити относительно, но я считаю, что он себя покажет, и многие его просто недооценивают почему-то, вот, и здесь они называются Electric Coin, да, но тот же самый Monero, он уже делал перехай, и, в принципе, Monero тоже анонимная криптовалюта, но в нем есть баг, что на многих кошельках, в том числе там и десктопных, и веб-кошельках, он либо не принимается, либо не синхронизируется, а тот же Zcash, у него есть холодный кошелек, насколько я помню, собственный, ну, Monero тоже, вот, поэтому, да, у них есть свой собственный кошелек, плюс он принимается на различных этих кошельках, да, на том же Atomic, на Exodus, то есть, все нормально там подгружается, и очень довольно-таки быстро он переводится, поэтому, а по поводу Dash, Dash тоже отличная монета, то есть, у него будет Halving, я напоминаю, у нас, сейчас я покажу вам, вот, в сети Binance Smart Chain Zcash одержит 5300 пользователей, ну, и, в принципе, по поводу, кстати, Halving, вот, у нас, кстати, форк будет у Monero 16 июля, ну, и, соответственно, 3 июня, вот, уже там, буквально 2,5 недели, и будет Halving у Dash, вот, и потом, понятное дело, там, Bitcoin Cash, ну, опять же-таки, в Bitcoin SV я не верю, там, если хотите, на свободную сумму, высокий риск, по нему, HNS, я вообще не знаю, что за проект, но я смотрел он на днище, особо в него не верю, то есть, то же самое, как и в BSV, можно на свободную сумму поиграться, то есть, не обязательно, что, если у монеты есть Halving, да, и дефляционная модель, что он обязательно выживет, да, поэтому, ну, как бы, и какие-то сверх-эксы даст, поэтому Bitcoin однозначно должен быть в портфеле, то есть, Accentryb делал бы Bitcoin, ETH, BNB, да, потом, соответственно, это, я считаю, Zcash, ну, это моя любимая криптовалюта, она самая анонимная из всех, плюс она не давала X, не делала перехай, то есть, понятное дело, это Dash, то есть, Dash тоже не делал перехай, можете глянуть и на график, и, в принципе, монета сама по себе перспективная, вот, потому что уже в различных, там, сервисах принимается оплата, ну, и, в принципе, Zcash не делал перехай даже, там, 800-900 долларов, видите, накопление уже стоит, получается, какой у нас четвертый год, вот, и, в принципе, так он свой профит и не реализовал, поэтому, я считаю, Dash однозначно себя покажет, кстати, Digibyte, еще одна анонимная монета, насколько я помню, вот, и тоже сильно недооценена, то есть, она применяется, там, и на различных, я видел, получается, АЗС, ну, автозаправочных станциях в различных магазинах, то есть, уже в реальной жизни я где-то находил скриншоты, вот, в том же закрытом клубе я это все скидал, ну, можете полистать их в Twitter, посмотреть, как они ведут деятельность, и, в принципе, вот, в Майнкрафте даже сделали такую картиночку, поэтому проект живой, однозначно, я считаю, смысл имеет закупать, однозначно, анонимные монеты, если они вас интересуют, ну, опять же-таки, Монеро иксидовал, ну, можно какой-то процент выделить, то есть, он сейчас хорошо скорректировался, но я по-собому поводу него не обольщался, вот, поэтому Лайткоин тоже цифровое серебро, да, но Перехай тоже он делал, напоминаю, поэтому, если хотите максимальный профит и закинуть на долгосрок, то есть, это Dash, это Zcash, Zcash, кстати, я напоминаю, у него был халвинг, получается, у нас, тут не показывает почему-то, или я не вижу, а, вот он, получается, 17 ноября 2020 года, это был последний халвинг, напоминаю, у Qtuma, кстати, 1 декабря 2021 года, тоже был последний, ну, и, соответственно, Равинкоин тоже у нас был халвинг, и, в принципе, еще один халвинг у нас будет, вот, здесь вообще написано, как бы, смотрите, на вот этом сервисе, что у нас будет 24 мая халвинг, но, опять же-таки, даты могут смещаться, а, Ethereum Classic тоже, это, напоминаю, оригинальный эфир, если кто не в курсе, то есть, изначально эфир Classic, и произошел форк на обычный эфир, но, так как обычный эфир больше стал применяться и более востребован, то, естественно, в цене он подрос намного больше, вот, но эфир Classic сейчас тоже находится на относительном днище, поэтому у него будет халвинг 29 июня этого года, вот, плюс, смотрите, много обновлений у Atomacosmos, о чем я и говорил, и, соответственно, конференции, различные там встречи, развитие у эфира, вот, Litecoin, то же самое, не знаю, что за криптовалюта Mono, а вот это криптовалюта BIM, ну, BIM тоже высокоисковая на свободную сумму, Bitcoin Cash тоже, это форек битка, да, Роджер Верх, который топил за, соответственно, Bitcoin Cash, говорил, что вот, это оригинальный биткоин, ну, естественно, ему выгодно топить, чтобы все вливали бабки в его криптовалюту, но все прекрасно понимаешь, что биткоин, это, он оригинален и неповторимый, это первая монета, и также еще, кстати, Zen, который накапливает Grayscale, вот, по поводу монет, как вы видите, здесь у них есть биток, эфир, эфир классик, лайткоин, биткоин кэш, зеткэш, тот же самый, да, мана, дзен, соответственно, если что, мана, кстати, хотел вам дать еще один инсайт, инфу, ну, я, в принципе, говорил об этом, что мана вместе с монетой сент, они вместе ходят, потом, соответственно, это у нас Солана, это у нас Basic Intention Token, Link, FILL и, в принципе, LPT, вот, можете ориентироваться на эти монеты, брать с этого списка, опять же-таки, FILL, риски есть определенные, да, потерять бабки, вот, поэтому тут бы я выделял свободную сумму, если верите, можно в долгосрок смело держать, и у меня цель по нему 400 долларов, ну, минимум 200, потом, Link тоже сильный проект, и падал он в том числе до нуля, как и та же самая Луна, но с Луной другая ситуация, но, Link, как видите, выжил, и плюс после того, как он упал, он там дал то ли 25 иксов, что-то такое, вот, поэтому Basic Intention Token тоже сильный проект, и там при помощи какого-то браузера можно зарабатывать, не помню какой, можете написать в комментариях, можно было зарабатывать данные токены, может, и сейчас можно, Solana, ну, опять же-таки, я говорю, что я в этот проект особо не верю, потому что он работает с перебоями, и постоянно там сеть перегружена, в общем-то, куча косяков, и над ним еще работать и работать, ну, понятное дело, это, она может подрасти, ну, сама криптовалюта, да, сама монета Sol может подрасти, несмотря на эти косяки, но, опять же-таки, если вы верите в саму технологию, то, или в долгосрок хотите, я бы особо не ориентировался, ну, это мое мнение, опять же-таки, вот, если, конечно, починят, то будет nice, вот, LPT тоже держит в своем портфеле, тоже она неплохо сейчас смотрится, XLM, Stellar, это у нас ForexRP, напоминаю, да, вот, и, соответственно, один из разрабов ушел с компании Apple и создал свой проект XLM, и его тоже, как видите, набирают, хотя Grayscale странно, что не набирают Apple, ну, может, они скрывают это, конечно, ну, я не буду, конечно, обвинять их в клевете, но, в принципе, я думаю, если бы скрывали, у них бы лицензию уже забрали, ZEN, плюс, я уже показал, тут будет Halving в 2024 году, поэтому, однозначно, стоит выбрать свой долгосрочный портфель, MAN, ну, высокий риск, опять же-таки, на свободную сумму, Zcash в долгосрок, смело, я жду 2000 долларов, то есть, дадут отметку, не дадут, но я считаю, я готов ждать и 5, и 10 лет, поэтому, в принципе, накапливаю Zcash, сейчас он тоже стоит копье, по сути, там, 104 доллара, кто хотел закупить, в моменте доходил до 70, я, к сожалению, лимитку не поставил, ну, его быстро выкупили, о чем я говорил, что будут быстро выкупать и не давать откупить по самым низким ценам, поэтому, разве что, лимитки ставить, либо успевать вовремя закупаться, вот, а если хотите вовремя закупаться, то вступайте в закрытый клуб, вот, ну, и по поводу, соответственно, что еще я хотел показать, а, по поводу остальных монет, Bitcoin Cash, ну, опять же-таки, Halving, ограниченная эмиссия у него, да, и тоже это у нас форк Bitcoin, и, кстати, напоминаю, Litecoin, это у нас первый форк Bitcoin, а второй форк, это у нас Bitcoin Cash, насколько я помню, и потом уже все остальное, там, Bitcoin SV, там, и остальная дичь, вот, поэтому Bitcoin Gold, вот, тоже здесь 91% монет в циркуляции, 4000 долларов в 17-18 году мы были тоже в накоплении 4 года уже стоим, поэтому, и потом получается, что у нас Litecoin, я уже сказал, форк Bitcoin, цифровое серебро, и, соответственно, ETH Classic, это у нас оригинальный ETH, ETH, ну, и потом, получается, у нас, соответственно, тот же самый биточек, вот, поэтому можете ориентироваться на этот список, в принципе, свое мнение по монетам я сказал, Digibyte также в долгосрок можно взять, и, в принципе, тоже она сейчас находится на днище, на довольно-таки низких отметках, и тоже она является анонимной криптовалютой, вот, и тоже у них, у нее ограниченная эмиссия в 21 миллиард, 73% монет в обороте, ну, и, в принципе, тоже она сейчас довольно-таки копейки стоит, пришла к отметкам, там, 19-20 года, вот, к отметкам 16-го, может, и не пойдет, ну, и в пике достигала, там, 16 центов, сейчас она стоит в 10 раз дешевле, поэтому отличная возможность у вас их прикупить, поэтому, ну, если хотите больше монет, в принципе, перемещайтесь в закрытый клуб, и, соответственно, там это все будет. По поводу аудитории Digibyte, то есть, тоже довольно-таки нераскачанный проект, я уже, в принципе, об этом говорил, и старичок рынка с 13-го года, и, в принципе, я думаю, он себя еще покажет, поэтому, кстати, картинка, по-моему, от этого полярного сияния со Skyrim, но могу ошибаться, вот, поэтому такие дела, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока, верю в данные проекты, ну, а еще больше проектов, которые я считаю перспективными, я уже сказал, где вы можете найти, всем удачи, всем пока, закупайтесь, ну, а если хотите более точные точки, где закупаться, ну, вы меня поняли, в общем, всем удачи, всем пока. Проект, на котором можно зарабатывать стабильно высокую прибыль, это cryptmod.com, я и сам вложил в данный проект крупную сумму и получаю отличные дивиденды, ссылка на проект в описании под роликом.